По рисочкам соединяем По рисочкам соединяем Будете снимать? Да, да Давайте, вот так вот видно будет Да Видно же? Да Смотрите, давайте вот в этом месте То же самое сделаем, риски поставили В 51 Конституции вы имеете право не свидетельствовать против себя Своих близких родственников, круг которых определён федеральным законом Согласно статье 25.1 Кодекса об административных правонарушениях Поиметь право участвовать в производстве по делу об административных правонарушениях Знакомиться с материалами дела Давать, вносить свои изменения Дорогие друзья, подписчики, случайные зрители Меня зовут Аташ Валентин Геннадьевич, общественный дядя, блогер, юрист Сегодня 24 сентября 2020 года Время 17 часов 15 минут В отношении моего доверителя был составлен административный материал Инспектором ДПС по Калинскому району По части 3, приём 1, статье 19.5 Квад ПРФ Я пришёл на рассмотрение назначенное время А именно в кабинет 308 С 15 до 18.00 Полужская, 9, Санкт-Петербург Следовательно, ГИБДД Калинскому району Вот здесь рассматривается дело Я сейчас не буду заявлять никакие ходатайства И обращать внимание на процессуальное нарушение должностного лица Вы просто сами сейчас посмотрите Как сотрудники осуществляют рассмотрение Добрый день Да, здрасте Сам по делу Да, его Магомед, Магомед, по делу Я его защитник Возьмите, пожалуйста Дорогие друзья, как и обещал Смотрим Денис Геннадьевич Вы написали в объяснении Прошу заявить отвод инспектора Прошу заявить Прошу заявить Прошу заявить Для оказания юридической помощи лицо, в отношении которого ведется производство поддела об административном правонарушении, в производстве поддела об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшего представитель. В качестве защитника или представителя к участию в производстве поддела об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяется доверенностью, оформленной в соответствии с законом, что у вас и имеется. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении. Защитник и представитель, допущенный к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела. Представлять доказательства, заявлять о датайстве и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу. Восстановление председателя, пользуясь иными профессиональными правами в соответствии с настоящим кодексом. Здесь понятно все, да? Да, понятно. Пожалуйста, один конец. Это определение об отказе от удовлетворения, заявление об отводе должностного лица, да? Да, все верно. Отделение об отказе от удовлетворения, не заявление об отводе должностного лица, да? Это для меня копия, да? Значит, следующее определение о полном отказе, ой, полетела. Определение о полном отказе в удовлетворении кодотайства, направление по месту вжития. Спасибо. А для меня это копия, да? Два. Одного, одна на. Возьмите, пожалуйста. Это мой олимпиад. Так, у нас бумажка. Статья 51 Конституция РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя самого своего супруга близких родственников, в котором определяется террориозаконным. Террориозаконным это устанавливать ценные случаи освобождения от обязанностей и давать свидетельствовать показания. Значит, по данным нарушениям, к которым вы сейчас приглашены, как защитник, статья 12.5, часть 3, прим. 1, будет вынесен штраф согласно видеозаписи, которая была просмотрена на дозоре. Постановление сейчас распечатаем, тогда с питанцами и... Хорошо. Все. В общем, друзья, видите, да, просто конвейер грубым образом нарушается право гражданина на защиту. Бесспорно. Бесспорно. Это так будет отменен, поскольку сотрудник нарушает порядок производства по делу. А именно положение статьи 29.7 КОПРФ – это важно. Ну и по процессу, соответственно. Как мы видим, должностное лицо даже не представилось, какие ведется производство по делу. Кто и на каком основании подлежит к ответственности. Вот, не следован вопрос, значит, о личности, лица, привлекаемых к ответственности. Просто тихо, спокойно вам передают документы и подписываете. Вот теперь, уважаемые друзья, подписчики, случайные зрители, автолюбители, да и просто граждане. Вот так, вот так. Никогда не стоит идти на плоду сотрудников. Требуйте законности, потому что вот это не рассмотрение дела. И это аналогия вам по административному делу. А что же в уголовном праве, а что в гражданском праве. Поэтому будьте последовательными, логичными, требуйте от должностных лиц соблюдать ваши права, законные интересы и в рамках закона, соответственно. Ну, сейчас ждем постановления, которое я успешно отменю. Вот, и скорее всего я подам сейчас жалобу через должностное лицо в интересах своего доверителя в Калининский районный суд города Санкт-Петербурга. Значит, назначен административный штраф в отношении Мусаева, Магомеда, Магомеда Хабибовича в размере 500 рублей, 60 дней на оплату, 10 дней на обжалование и 20 дней можно платить половину со скидкой, то есть 250 рублей. Да, спасибо. Сейчас минутку ручку. Вы знаете, я прям через вас жалобу подам в Калининский районный суд. Это дает право мне 30-я глава Кодекса Российской Федерации. Хорошо? Да, конечно. А вы не могли бы мне еще для передачи дать копию? Вы имеете в виду копию жалобы? Да, да, да. Да, конечно, я сейчас к серым... Да, отметочку и копию постановления для передачи моему доверителю. Это у вас в деле останется? Одна будет приобщена, а одну я для передачи. А, конечно, сейчас дать. А вы пока... Да, конечно. А я пока номер в жалобе укажу, постановление, а вы пока напечатайте. Наталья Александровна. А жалоба вам ее огласить или вы прочитаете сами? Я сама прочитаю. Ага, жалоба на постановление. Вот прошу набрать ее в течение трех дней со всеми материалами дела в Калининский районный суд города Санкт-Петербурга на приложение. Мы просили еще одну губерку поставить. Сейчас я к терапору принесу. Да. Вы входящую отметку сделаете мне, что вы приняли у меня? У нас, значит, номер ходячего, к сожалению, не мог присутствовать, что у нас канцелярин, нет, просто поставлю, что я принял. Да, что вы такое должностное лицо приняла? Ага, спасибо большое. Извините, я пробую еще печать, сейчас поставлю. Да, да. Наталья Александровна, еще вопрос у меня. Такая практика сложилась, что сотрудники ГИБДД по Калининскому району города Санкт-Петербурга выдают требование о прекращении противоправных действий по части 1 статьи 19.3 Клаппера. А вы будете выдавать мне данное требование для последующей передачи Мусаева или нет? Или он не предусматривает закон выдачи требований по 12 главе Куаппера? Закон предусматривает, но я сейчас не видела, чтобы машина была тонирована, поэтому я не могу выдачи там требования. Вы не имеете права сейчас выдать требования? Я не имею права. Все понятно. Для меня это важно, зафиксировать. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Уважаемые друзья, подписчики, не стал на себя брать ответственность сотрудник полиции, в данном случае Наталья Александровна, выполнять, как я считаю, незаконный приказ, хоть она так и проговорила, да, вроде не имеет права сотрудник требовать. Да, она будет отменена, будет продолжение, будем вызывать сотрудников ГИБДД, составивших административный материал в отношении Могута для в суд. Будет еще продолжение обязательно. Запомните, дорогие мои. Сейчас я показал вам на нашем образовательном обучающем канале, как делать не надо, иначе вот будут такие последствия. Лайки ставим на канал, подписываемся, хэштег «РДГ78». Тогда давайте по порядку ваше служебное удостоверение. Да, конечно. Так. Давайте так, только чтобы камера на мое служебное удостоверение не попадала. Договорились, да, а вы как бы устанавливали. Старший лейтенант полиции Иванов Александр Владимирович, государственный инспектор ОГИБДД СПЛ 1046-91-27-2025 год. Александр Владимирович, очень приятно. Капитан полиции Кропачев и Виктор Александрович, государственный инспектор отдела ОГИБДД СПЛ 077-255, действительно, по 12 сентября 2022 год. Абсолютно. Хорошо, очень приятно. Я тогда вас жду. Да, да. Выносите документы. Да, единственное, сейчас перенесем прибор, замерим все с поверочками. Со всем вы это посмотрите, поверки на прибор, пломбы. Обязательно. Все, я пошел заниматься. Да. Все, можете подождать, я подойду к вам. Хорошо. Давайте замерим стеклышки. Да, пожалуйста. Левое, правое? На ваше усмотрение. Давайте замерим левое, вам так удобнее будет. Да, спасибо. Смотрите, давайте я сразу ознакомлюсь со свидетельством о поверке. Вы его можете посмотреть, взять, сфотографировать. Запасируй, пожалуйста. Давайте сверим номер прибора. Смотрите, сверим номер прибора, правильно? Чтобы у нас был. Сейчас, минутку. 28, 46, 4 кВ. Думаю, что даже это не секретная информация, можете его сфотографировать. С 2008 года. А поверка-то какая? 28, 46? Да, у него поверка до октября. Ага. 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 Да, ты поверки. Нет? Есть. Ага. Сфотографировал? На сходу сторону. А, да, да. Возьмите, пожалуйста. А давайте пока она у вас побудет, чтобы она у меня не улетела. А я заберу. Так, смотрите, калибруем прибор. Риски соединили. Видите, по рисочкам все у нас. Включили. Пошла калибровка. Ага. Так, соответственно, то же самое. По рисочкам соединяем. По рисочкам соединяем. Будете снимать? Да. Давайте вот так вот видно будет. Да. Видно же? Да. Смотрите, давайте вот в этом месте то же самое сделаем. Риски поставим. По рисочкам. И в третьем месте. 12,5, да? Да, да, да. Ну, давайте еще с этой стороны то же самое. По рисочкам замерим. Так, риски у нас. И тут у нас риски. Соответственно, тоже 12,5, видите? Да, вижу. Ну, в трех местах мы замерили. Просто для пущей убедительности, чтобы было все. Так, спасибо. Все, пять минут буквально. Смотрите, место проживания, регистрации можно на такой же адрес, как у моего напарника. Правильно? Как водитель сообщил, можно этот же адрес. Все, спасибо. Пять минут подорожаю. Нарушение. Документы водителю отдаю. Да. Магомед, Магомед Хабибович. Проверьте, документы в порядке? Да. Так, ознакомливаться будете вы? Обязательно. Я защитник тебя допущу. Пожалуйста, конечно. Ручка своя или вам дать ручку? Можно вашу? Пожалуйста. Извините, что перебиваю. Скажите, вашему подопечному надо объяснять статью 51 Конституции 25.1 Кодекса об административных правонарушениях? Вам надо объяснять? Значит, смотрите, давайте я на всякий случай объясню. Согласно статье 51 Конституции вы имеете право не свидетельствовать против себя своих близких родственников, круг которых определен федеральным законом. Согласно статье 25.1 Кодекса об административных правонарушениях вы имеете право участвовать в производстве по делу об административном правонарушении, знакомиться с материалами дела, вносить свои изменения, давать показания, заявлять ходатайство, отводы. Вам это понятно? Ну, это я вкратце ознакомил, чтобы вы понимали свои права. Значит, требования тогда я не выписываю, раз вы ее будете устранять, тонировку. Я считаю, что это так! Я считаю, что я выписываю, а, не думаю, я выясню, что это так! Если какие-то вопросы есть, задавайте Сфотографируйте, качество копии не очень хорошее Включите, пожалуйста, копию защитника Спасибо Копию держите Пожалуйста, копию Спасибо Продолжение следует...